Состоит из продуктов питания, это крупы, это манка, это гречка, это макароны, большой объем средств гигиены, ренессанс-косметик, мыло, шампунь и так далее. Для взрослых и для детей. А еще постельное белье, памперсы, а также все, что требуется школьникам при подготовке к учебному году. Учебники, ранцы. Формировали гуманитарный груз с учетом запросов, которые поступили от жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. В Барнауле на эти запросы откликнулись сотни человек и десятки самых разных организаций и компаний. Мы отправляли бытовую химию, это товары первой необходимости, шампунь, мыло, зубная паста. И это наш долг, по-другому нельзя. Мы передали спальники нашего производства, мы их производим давно и в принципе не первый раз уже передаем. Когда узнали о том, что идет сбор груза, сошли своим долгом поучаствовать в этом, потому что мы здесь в тылу находимся, там тяжелая ситуация и мы должны помогать. Когда это от города и под присутствием камеры и сопровождением всех организаций, это уже уверенность вносит, что это все дойдет до помощи тех, кому это нужна. Сегодня это нас не касается, надеюсь, что завтра не коснется, но тем не менее, надо, чтобы это не коснулось, надо помогать. Активно участвовали в формировании груза для жителей Курской области, а это четыре фуры с продуктами и вещами, также общественные организации и депутаты городской думы. Это трагедия всей России и мы понимаем, как нужна сейчас помощь, поддержка. Люди идут, люди приносят все необходимое. Важно сейчас сплотиться, быть одной командой, что собственно происходит. Все регионы России сейчас отправляют гуманитарную помощь. Барнаул тоже активно включился в эту работу. Совет женщин при главе Барнаула помог в комплектовании учебной канцелярии. 25 рюкзаков для начальной школы, 25 для старшей. Все это тоже в составе гуманитарного груза. Это, конечно, отправка от всех жителей города. И это далеко не последняя отправка. Поэтому я бы хотел сказать спасибо всем барнаулцам. Это первая партия, которая сегодня пошла. Ей мы несколько дней взяли на то, чтобы ее такую сделать компактной. Вон четыре больших грузовых автомобиля идут. А сбор и средств, и разных предметов помощи, он продолжается. Напомним, что с начала спецоперации администрации Барнаула, городской думой, партии «Единая Россия» совместно со строительными и предпринимателями города для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской народных республик организовано 15 отправок гуманитарного груза общей массой 250 тонн. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.